Музыка Специалисты по выращиванию растений приехали в Химки, чтобы поделиться секретами производства с коллегами. Такая кооперация питомников не редкость в европейских странах. У нас же выставка проходит впервые. Аналогов таких событий в России пока нет. Это первый. И мы очень рады, во-первых, что Химки выбраны базовым местом для проведения такого мероприятия. И надеемся, что и в дальнейшем сможем предоставлять площадку и всячески способствовать таким событиям. Среди посетителей были представители садовых центров, ландшафтные дизайнеры, поставщики и производители материалов и оборудования. Вкус сиреневый. Вы с него на чернковом не получите такого объема материала, который вы можете получить здесь за год. То есть здесь это идет уже на тысячи, миллионы и прочее. Взяв всего лишь одну почву. То есть это возможность получить чистый, здоровый непосадочный материал, который свободен от внешних заболеваний. На семинарах слушателям рассказали о новейших технологиях производства, о том, как защитить посадки от вирусов, какие растения непригодны для выращивания в наших условиях, что высаживать более выгодно и многое другое. Спасибо организаторам, которые не просто это делают как бизнес, но идет еще и объединение, обучение, представление других сопутствующих производств. И мы действительно начинаем в этой области снова приобретать очень высокие позиции. Мероприятие проходило в питомнике Вашутина. Сейчас это химкинское предприятие занимает лидирующее место в сфере производства посадочного материала и ландшафтного проектирования. Глава фермерского хозяйства и организатор выставки Глеб Демченко рассказал, почему было выбрано именно такое название для выставки. Это кооперация, это как раз налаживание связей, и мы можем даже на нашем стенде это проследить. То есть одно из наших подразделений выращивает вегетативное размножение черенкования, зеленый черенкование в данном виде, кортензии. Дальше другой питомник покупает у нас в таком виде, доращивает до следующего размера, и следующий, допустим, питомник доращивает до очередного размера, который уже поступает к конечному клиенту. Организаторы надеются, что теперь эта выставка будет проходить ежегодно.